Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Буквально неделю назад я вам снимала вот на этом томате видео и рассказывала, что в ранние сроки, когда в теплице очень спокойно, не колышутся томаты, я вам показывала вот этот вот, который совсем не колышется, и вот этот, который я приходила шевелить, потому что у него был цветок. Вот, хочу показать вам результаты своего шевеления. Мои труды не пропали напрасно. На том месте цветок, который я шевелила, видите, появилась первая помидорка. Хотя она маленькая, хотя она совсем еще, можно сказать, никакая, но это уже помидорка. Это уже значит, что я не зря тут ходила, трясла палочки. Она, этот цветок опылился, тормак сформировался, и если будет все прекрасно, то, возможно, вот этот вот куст, это вечный зов у меня, даст мне первую помидорку. Я ее высадила сюда уже с цветочком, и поэтому я сильно расстраивалась, что она опадет, цветок, помидорка пропадет. Нет, помидорка, вот она живая, как можете видеть. Этот короткий видеоролик о том, о пользе ручного опыления, хотя некоторые не воспринимают это серьезно, но вот помидорка опылилась очень быстро, сформировалась. Буквально пока были выходные, я сюда не заходила, сегодня пришла уже первый томат. Ура! С вами была Ольга Чернова. Первый томат в сибирском регионе. Если учесть, что теплица неотапливаемая, простая, непредназначенная, непроизводство какое-то это, непредназначенная для выращивания томатов, то это очень хороший результат. Теперь буду ждать, когда она растолстеет и поспеет. Все, до свидания, желаю вам всем хороших результатов, трудитесь и растения отблагодарят.